Гороскоп на октябрь записан 8 сентября. Учтите, пожалуйста, общую мировую ситуацию, которая будет складываться уже по факту в октябре месяце. Точность прогноза до 80%, если рыбы – ваш знак зодиака, до 100%, если в этом знаке зодиака – ваш асцендент. 1 октября – первое полнолуние в месяце, второе полнолуние – 31 октября. Итак, два полнолуния обрамляют этот месяц. Давайте по порядку. 1 октября полнолуние в вашем втором доме – это дом заработков и личных средств. Итак, 1 октября кульминируют вопросы, связанные с деньгами, с вашими личными средствами, с вашими заработками, заработной платой, с вашей самостоятельностью, самодостаточностью. Вы определяетесь своим материальным состоянием и финансовым положением. Кроме того, капиталы, совместные капиталы и материальные накопления, сбережения вашей семьи – тоже эти вопросы могут кульминировать к 1 октября. В целом, проявляйте любовь к себе, любите себя, любите деньги, взаимодействуйте и с финансами, и с другими людьми с любовью. В таком случае вы будете в достатке к 1 октября. Далее луна будет убывать, и до 16 октября по убывающей луне очень хорошо избавляться от всевозможных долгов, а также от нелюбви к себе и от нелюбви к другим людям. В первую очередь – к партнеру. 2 октября – Венера в вашем доме брака и партнерских отношений. Если вы одиноки, то период со 2 октября по 28 октября может подарить вам встречу с возлюбленным. Эта встреча потенциально брачная. Также этот же период со 2 по 28 октября может подарить вам деловое знакомство, деловое партнерство или рабочее знакомство и партнерство. Если вы в паре, то любовные отношения развиваются. Если вы планируете брак, можете сделать такое предложение своей девушке. Если вы девушка, можете получить предложение руки и сердца. Если у вас все хорошо с работой, то будет больше клиентов, будет больше прибыли. Если вы планируете развиваться в своем собственном деле, открывать свое дело или какое-то временное мероприятие, свое личное организовывать, то лучше это делать до 14 октября. Идеальное время для любых деловых проектов – это с 4 по 14 октября. В том числе и для подписания документов брачных и деловых. Самый лучший период с 4 до 14 октября. 4 октября Плутон директный в вашем доме осуществление мечты. Если какая-то ваша мечта не могла сбыться с 26 апреля, что-то вы не могли реализовать в своей жизни, то к 4 октября она может осуществиться. Это ваша заветная мечта, чего вам, конечно, от чистого сердца желаю. Проанализируйте период вашей жизни с 26 апреля этого года по 4 октября. Подумайте, чего вам не хватало, чего вы жаждали, но не могли получить. Первый декадок октября – это может прийти в вашу жизнь, а точнее с 4 по 14. С 14 октября ситуация меняется кардинально. С 14 октября по 3 ноября ретроградной Меркурии. И здесь как раз-таки очень тормозной период наступает. У нас еще и ретроградный Марс в месяце октября. Поэтому с 14 октября по 3 ноября крайне нежелательные поездки, путешествия, особенно за рубеж. Если у вас есть такая финансовая, территориальная, правовая, интеллектуальная возможность поехать за рубеж, то лучше это делайте до 14 октября. С 14 октября поездки за рубеж нежелательны, если только в те же самые места, где вы уже бывали. И то я бы вам не рекомендовала куда-то, в принципе, путешествовать в месяце октября. И далеко, и недалеко, и надолго, и на непродолжительный срок лучше никуда не ездить. Ведь месяц октябрь кризисный и достаточно опасный, не побоюсь этого слова, хочу вас предупредить. Также октябрь, вторая половина октября – это время для того, чтобы сидеть дома. Вот если уж совсем прямо говорить. 16 октября новолуния в вашем восьмом доме – это дом самый кризисный, самый проблематичный. В то же самое время это дом самых больших денег. Поэтому, особенно поэтому, если у вас есть деньги, лучше никуда с ними не ездить. Если вы испытываете трудности с деньгами, то, напротив, период вторая половина октября может быть тем временем, когда вам помогут деньгами. Помочь может ваш партнер, муж, жена, деловой партнер. Помочь может вам и начальник, возможно, повышение зарплаты. Вам помочь может государство. 16 октября возможно поступление различных выплат от государства, таких как пенсии, субсидии. Также, возможно, вы получите на руки какие-либо алименты. Вам могут выдать кредит, либо вы снимете свой депозит. Вы можете с 16 октября получать иные выплаты. Например, выплаты по больничному листу, либо по страховке. Также могут решаться вопросы, связанные с налогами, сборами. Прибыль от каких-то ваших ранее предпринятых вкладов может подходить. После 16 октября возможно помощь от родственников, от пожилых родственников, наследства. Также благотворительная помощь иного типа рода, образца. Особенно, если вы оказались в экстремальной сложной ситуации. Особенно, если у вас трудности со здоровьем, к примеру, у вас инвалидность. То после 16 октября средства могут вам поступать именно по причине того, что вы оказались в какой-то очень непростой жизненной ситуации. Либо пережили ее, либо переживаете ее, либо она перманентна. Если у вас есть какая-то хроническая проблема с телом, вам могут помочь решить эту проблему какие-то значительные люди в вашей жизни. Прежде всего, значительные, потому что у них есть нужные средства. Возможно, вам поможет человек не финансами, а знаниями. Возможно, вы обратились за психологической помощью. Это прекрасное время, вторая половина октября. Но по ретро-Меркурию, по ретро-Марсу лучше обращаться к тем психологам, астрологам и другим специалистам помогающих профессий, к которым вы уже струничали, к которым вы уже обращались. Если вы хотите обратиться ко мне лично, вся информация, необходимая для этого, сейчас на вашем экране. Все мои контакты, а также краткая информация о ходе работы. Я составляю все возможные прогнозы и гороскопы, но работаю не просто как астролог, а как астропсихолог. Работаю с душой и с любовью. Буду рада, обращайтесь. Третья половина октября, с 23 октября, приносит вам облегчение ситуации вашей жизненной и с любым вашим кризисом. Не только потому, что какая-то мечта ваша осуществляется, но и потому, что вы находите себе внутренние силы и, главным образом, внутреннюю мудрость. Вы находите знания, информацию, которые вам необходимы. 31 октября второе полнолуние в месяц. Это полнолуние в доме информации, знания, новостей, консультантов, документов. Поэтому к 31 октября вы можете получить любую консультацию, которая вам поможет. Это может быть и финансовая, и психологическая консультация, и консультация астролога, и консультация мага, и консультация экономиста, и по страховке какую-то, может быть, вы консультацию получите. Это может быть также какое-то знание, типа новости, то есть новостная какая-то информация может к вам прийти в районе 31 октября, которая существенно облегчит вашу жизнь. Также 31 октября вы можете получить важные знания от братьев, сестёр, дядь, тёть, соседей, коллег, сотрудников, единомышленников. Это могут быть новости, это могут быть знания, это могут быть даже практические какие-то знания. К примеру, ваша сестра будет учить вас водить автомобиль, как пример. Также вы можете получить иную, другую, важную для вас информацию, которая будет помогать вам выходить из кризиса. Выход из кризиса с 28 октября. 28 октября Венера в вашем восьмом кризисном доме облегчает ситуацию с любым вашим кризисом. Уходят страхи, уходят проблемы, уходят проблемы в том числе с деньгами, сексуальные трудности, если у вас наблюдались, они будут уходить с 28 октября. Конечно же, не по волшебству, а через то, что вы работаете над этим. Какая-то ваша мечта может сбыться. Может быть, эта мечта связана с зачатием. Здесь может пройдёт процедура ЭКО с 8 октября. Если, особенно если ранее, не получалось зачать таким способом, либо иным способом, неприродным, условно говоря. Также у вас может получиться какая-то иная магическая, ритуальная практика. Даже если эта практика выглядит очень приземлённо, но предполагает какое-то чудо. То есть элемент чуда должен будет произойти в конце октября, с 28 октября. Оздоравливайтесь, исцеляйте, исцеляйте душу, тело. До этого прекрасен месяц октябрь. И будьте счастливы. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»